Русская церковь в 17 веке Многовековую историю не было Кризис был в церкви нашей в первой половине 17 века И причины этого кризиса были настолько глубоки Насколько сложные противоречивые процессы шли в нашем российском государстве Первая причина это безусловно смута Которая оказала влияние на все стороны нашей жизни Она естественно не могла обойти стороной положения русской церкви Два патриарха, разные силы руководили русской церковью на протяжении нескольких лет Два царя, две власти Естественно авторитет церкви не мог не быть немножечко подорвым Во-вторых, смущение умов Ведь смута это смущение умов И, грубо говоря, и сегодня вот несколько раз нам придется так, ну что ли Представить себя, вжиться в образ жизни, в образ мысли людей 17 века И попытаться понять, что они думали тогда Но вот если мы переведем на сегодняшний язык То многие русские люди задавали себе вопрос Почему вроде бы такая страна, в которой действительно многие и все практически ходили в церковь Богобоязненная страна, верующая страна И Бог не спас, да? Бог не спас от смуты Бог не спас от гибели людей, от голода и так далее Общее смущение умов Оно шло не только у нас в России Оно шло по всей Западной Европе По всей Западной Европе идет процесс так называемой секуляризации сознания Секуляризации культуры То есть выхода культуры сознания из-под власти, из-под управления церкви Ну, вам более знакомо, наверное, слово и понятие секуляризации церковных земель Ну, вот термин секуляризация, то есть выход из-под власти церкви Ослабление влияния церкви применяется не только к земле Не только к деньгам, не только к власти, но и, соответственно, к сознанию, к культуре тоже Повлияли на кризис и события конкретные Ну, например, 16 века, ведь власть несколько раз в течение 16 века И Иван 3, и Иван 4 пытались отнять земли у церкви Пытались подорвать могущество церкви В известной мере можно сказать, что им это сделать удалось И последствием их политики стал кризис русской церкви в 17 веке Ну, кроме этого, давайте подумаем и вот о чем Ведь 17 век — это век закрепощения крестьян, век закрепощения холопов Церковь — крупный феодал, церковь владеет землями И отдельные случаи эпохи смуты, и отдельные еще даже случаи предшествующие смуте Ну, например, начало 17 века — голод В монастырях есть хлеб Борис Годунов из царских запасов раздает огромное количество хлеба Монастыри в этой благотворительной, как бы мы сказали сегодня, акции почти не участвовали В результате тысячи и тысячи погибших Конечно, авторитет церкви тоже был подорван Были и конкретные такие, не очень, может быть, важные причины Но в качестве такого довеска они тоже сказались на кризисе Ну, например, папа первого царя из династии Романовых Михаила Романова, патриарх Филарет, 7 лет находился в плену в Польше Даже больше, если считать, с 1610 года И пока его не было, фактически церковью, ну, патриарх управлять, естественно, не мог Он был в плену, да И вот это вот какое-то нестроение, нестроение в управлении Общая какая-то атмосфера, она, конечно, приводит к тому, что авторитет церкви опять падает Внешними признаками проявления вот этого снижения авторитета церкви было несколько событий Ну, в частности, опять, как бы мы сейчас сказали, упала дисциплина среди священнослужителей, да Это пьянство, это отсутствие послушания, это не очень благообразный образ жизни, который вели даже монахи Не говоря уж о рядовых священниках Естественно, население все это видело и задавало себе вопрос Если деятели церкви так себя ведут, то почему мы не можем? И вообще, зачем много молиться Богу, когда можно, в общем-то, грешить и потом тебе вроде бы все простится? Во-вторых, это увлечение опять вот этими языческими какими-то праздниками, традициями, о которых так беспокоилась церковь в том смысле, что просто запрещала их Ну, мы помним, что еще Иван Грозный обожал не только молиться, не только он был очень богобоязненным человеком Но он обожал кулачные бои, медвежьи эти потехи, скоморохов Это ведь все язычество И языческие праздники были очень популярны в 17 веке Ну, о чем тут говорить, если большинство русских царей конца 16-17 века свои свадьбы играли все-таки не в церковных каких-то традициях Да, конечно, они приходили в церковь, они совершали все обряды Но основная часть свадьбы — это веселье, это гулянка, это, грубо говоря, славное язычество Был проявлением также кризиса церкви были и те обряды, которые вводились в 17 веке Ну, в частности, в это сегодня трудно поверить, но был введен такой обряд многогласия Церковники пытались как-то привлечь народ в церковь, и смотрите, что у них интересно получилось Многогласие, то есть служба раскладывалась на много голосов Ну и, грубо говоря, одновременно несколько дьяков, несколько священников читали разные эпизоды службы Хочешь слушай начало проповеди, хочешь конец, хочешь середину Вроде бы удобнее, человеку не надо идти на час, на два в церковь, а забежал на 15-20 минут, вроде бы церковь посетил Но, конечно, это была профанация, да, и против многогласия выступали все видные церковные деятели того периода Понимая, что, в общем, такое многогласие, конечно, до добра русскую церковь не доведет Таким образом, где-то к середине века, к 1630-40-м уже, скорее, годам, стало понятно, что реформа необходима Ну и предпосылки у этой церковной реформы, конечно же, были И давайте поговорим немножко о них Ну, во-первых, в 1645-м году на престол восходит царь, которого впоследствии назовут Тишайший Алексей Михайлович Романов Второй царь из династии Романовых Тишайший — это его идеал Конечно, в своей жизни он не был таким уж тихим царем, да, он мог и пошуметь, и покричать Говорят, даже мог поколотить, ну, вернее, там, скажем, подраться со своим воспитателем Боярином Морозовым Да, но, тем не менее, идеал вот этого богобоязненного царя, человека, который стремится быть тихим, тишайшим перед Богом Конечно, воспитание царя сыграет свою роль Воспитатели царя, его отец Михаил, тот самый Боярин Морозов, они пытались привить царю Алексею Михайловичу любовь к церкви Любовь к Богу, искреннюю веру, и царь был действительно человеком истинно, искренне верующим Который очень много делал для церкви и очень много делал для увеличения веры в сердцах, в душах своих подданных Такой можно привести факт, когда царь женился, а женился он, кстати, вместе, первый раз, вместе со своим воспитателем Морозовым Они женились, кстати, на сестрах, и вот эти все традиции языческих свадеб были отринуты Царь целиком, несколько дней молился, совершал какие-то церковные обряды, да, то есть это была, грубо говоря, чисто христианская свадьба Подданные все это видели, и авторитет, и царя, конечно, и церкви, религии возвышался Ну что еще? Дело в том, что мы уже несколько минут назад сказали о том, что вообще-то проблемы в церкви были ведь не только в церкви, да, они были вызваны теми проблемами, которые были в нашей экономике, в нашей социальной, политической жизни И те процессы, которые шли в нашей церкви, очень похожи на европейские процессы В Европе еще в 16 веке началась реформация церкви, реформа церкви, которая приведет к расколу католиков на протестантов, ну и католиков Ну и католики Папа Римский стали с этим как-то бороться, ну и вот эти общеевропейские какие-то тенденции затронут и нас тоже Как ни странно, но достаточно большую роль в русской реформе, в реформе русской церкви сыграют и езуиты, которые к тому времени уже были здесь, в Москве И какие-то свои советы давали, распространяли книжную мудрость и так далее Безусловно, одной из предпосылок для реформы станет и возникновение и развитие книгопечатания на Руси Возникает московский печатный двор, возникает возможность печатать, не переписывать от руки, а печатать церковные книги Мечта церковников, ну сначала вы помните, они очень так настороженно относились к книгопечатанию Дьявол поселился в печатном станке, дьявол поселился в типографской краске, да Потому что раньше книги переписывали, там священник молился, постился очень долго и только потом начинал водить рукой по бумаге А тут бездушная машина печатает, шлепает, грубо говоря, да, эти листы божественных каких-то откровений и так далее Сначала они были против, но потом умные люди в 17 веке поняли, какие же это дает перспективы Напечатать Библию, грубо говоря, в огромных масштабах, да, разослать ее в самые отдаленные уголки страны И как это может поднять авторитет церкви Ну и вот этот вот технический прогресс тоже станет одним из условий, одной из предпосылок реформы Никона Ну и наконец, те кружки церковные, религиозные, которые возникали в России Самый известный возник при дворе Алексея Михайловича в 1640-е годы Так называемый кружок ревнителей древнего благочестия При молодом благочестивом царе собрались, ну и более, наверное, яркие представители своего времени Руководил кружком Ванифатьев, Стефан Ванифатьев Там был Никон Никита Минин или Никита Минов, будущий патриарх Там был Аввакум Петров, огромную роль играл Федор Михайлович Ртищев Тоже крупный деятель не только церкви, политический деятель этого царствования Ну и вот создание вот этих всех атмосфер, если угодно Это тоже, конечно, предпосылки реформы Если говорить конкретно о реформе, о ее причинах О том, почему патриарх Никон 1650-е годы проводит вот те изменения Вроде бы небольшие, но очень существенные в нашей церковной жизни, которые были Мы, наверное, давайте выделим следующие моменты Ну, во-первых, усиливавшийся абсолютизм требовал унификации всех сторон жизни страны Унификации, то есть выравнивания одинаковости, если угодно И в судебных каких-то законах, да И в социальном положении, и в единообразии органов власти по всей стране И единообразии церковным Это раз Вторая причина Это, безусловно, необходимо было повышать авторитет церкви Абсолютизм, абсолютная монархия невозможна без сильной идеологии Без поддержки церкви, без власти над умами подданных Ну, и, соответственно, только авторитетная церковь могла дать такую поддержку Ну, и в-третьих, это внешнеполитический момент В 1640-е годы встал вопрос об объединении с Украиной, с Малоруссией О вхождении Малоруссии в состав России или об объединении как угодно Воссоединении, раньше говорили А там, в Малоруссии, реформы уже были проведены И, естественно, раз украинцам не нравилось то, что ими руководят католики-поляки Логика какая, они хотят выйти из состава речи посполитой Выходит, куда, с кем объединяться Или с мусульманами, крымским ханством, но это вряд ли Значит объединяться со своими православными Но разница вот эта в обрядах каких-то церковных Даже иногда вроде бы мелочах, но очень важных мелочах была велика И здесь тоже требовалась унификация Для того, чтобы Малоруссия могла безболезненно Относительно войти в состав Российской империи Российского тогда еще не империи, а Российского государства Тоже необходима была церковная реформа Ну и церковная реформа неразрывно связана с именем патриарха Никона Никита Минов Нижегородская губерния, крестьянин Мордвин фактически по каким-то там данным То есть деревня, в которой было перемешано все население И русские, и мордва, и кто угодно Мальчишка, который прошел сложнейший жизненный путь Наверное, один из самых ярких вообще персонажей нашей истории 17 века А может и вообще всей нашей истории Человек, который из глухой деревни Сам рядом с Макаревским монастырем Он жил, ну не совсем глухая, да, деревня Все-таки монастырь рядом Сам выучился читать, сам выучился писать У него очень сложная была, судя по его житию Очень сложная личная, как скажем так, жизнь В детстве мачеха несколько раз чуть ли не пыталась его убить Ну и он довольно рано покинул отчий дом Он женился Он сначала не хотел уходить в монастырь Он не хотел быть монахом Он женился, он любил, наверное, свою жену У них родилось трое детей Но в одну осень все трое умирают И вот после этого он решает уйти в монастырь Уходит в монастырь Дальше подвиженческая монашеская жизнь Причем человек-то он был достаточно конфликтный Был у него конфликт на Соловках со старцем Елизарием Суть вот в чем Елизарий получил от Алексея Михайловича довольно большую сумму денег Не смейтесь, это было 50 рублей 50 рублей и вроде бы на новую церковь Но строить церковь не спешил Никон тогда спросил у Елизария в лицо у настоятеля Где деньги? Почему церкви нет? В результате ему пришлось бежать Монахи его чуть не избили, чуть не побили и так далее Бежал с трудом Далее Ну, кружок молодых друзей царя Дальше он был главой церкви в Великом Новгороде Во время новгородского восстания 1650 года Он пытался успокоить толпу Погасить вот это самое восстание Его опять же побили Но с другой стороны он договаривался И договорился с царскими войсками Восстание фактически было подавлено без крови Или если угодно царская власть пошла на переговоры с восставшими И вот такой человек резкий, сильный, прошедший Сложный очень жизненный путь Становится во главе русской православной церкви в 1652 году Он не просто так встал во главе церкви Дело в том, что, понимаете, царь Алексей Михайлович Особенно в юности был человеком достаточно зависимым Вот все историки выделяют, что рядом с ним Обязательно должен был находиться человек, который ему помогал Который его наставлял, который его учил Сначала это был, ну сначала отец Потом был боярин Морозов И вот на место Морозова приходит Никон Никон очень интересно себя ведет Он, ну как бы мы сейчас сказали, упирался Он не хотел вставать на патриарший престол Он требовал, чтобы царь Царь, русский царь Извинился за то, что в свое время, почти сто лет назад Иван Грозный снял с митрополитического престола Колочева Филиппа И фактически, ну фактически убил, будем говорить так, Колочева И Алексей Михайлович извинялся На коленях просил прощения у церкви в лице патриарха за это Трижды Алексей Михайлович умолял, просил взойти Никона на престол И Никон в 1652 году становится патриархом и начинает церковную реформу Сама реформа достаточно проста Три, может быть, четыре максимум пункта в ней можно выделить Во-первых, это исправление церковных книг Здесь был самый сложный вопрос По каким образцам исправлять Для того, чтобы потом напечатать Уже на всю страну Будущие старообрядцы предлагали по старорусским По древним образцам Другие, чью сторону в конце концов Принял Никон Другие, это в основном греки, византийцы Предлагали исправить по византийским образцам Ну, все понятно Христианство вроде как пришло на Руси из Византии Греки вроде бы умные ученые Но греки к тому времени уже исправили книги И с точки зрения какой-то такой, знаете, старины Конечно, сторонники Аввакума были правы Древнее, ближе к подлиннику было действительно на Руси Проблема в том, что на Украине, в Малороссии Книги уже были исправлены по византийским образцам И если мы объединяемся, то, конечно, надо было исправлять их по образцам византийцам С кем? Греки, священники были образованы Украинские священники подъехали Они уговорили Никона Они победили сторонников, другой точки зрения, в открытой дискуссии Причем будущие староверы вообще говорили Мы читать, многие такие, знаете, аргументы были Читать мы не умеем, но нам вот Бог сказал, что надо так исправлять Значит, так и надо Опять же, с точки зрения православия, правы были староверы Православие не очень любит православная традиция Когда что-то доказывается с помощью логики или каких-то научных аргументов Вера, вот то, что должно вдохновлять на труд, на монашескую жизнь Ну и на священнические какие-то церковные преобразования Итак, во-первых, были исправлены церковные книги Исправлены, как я уже сказал, по византийским образцам Вроде бы маленькие изменения, увидевшие, узревшие и так далее Но для нас сегодня это вообще непонятно Одно-то было сложное, конечно Понимаете, Иисус теперь писался с двумя буковками И И Иисус И что получалось раньше? Вот на слух воспримите Господь наш Иисус Все понятно Иисус наш Господь Господь наш и Иисус Это что получается? Есть Господь и Иисус То есть что? Господь не Иисус, Иисус не Господь Есть То есть, понимаете, в умах людей 17 века произошло Опять же, смятение, смута Это как это, да? Ну, остальные, может быть, не столь важные изменения, но тем не менее Далее Изменения в обрядах Ну, самые известные два перста или три Теперь тремя перстами крестились Крестный ход его направления теперь по солнцу, а не против солнца, как было раньше Поклоны Земные были заменены поясными То есть, когда не надо на колени вставать Разрешены были не только четырехконечные кресты, но и шести Восьмиконечные Ну, вот обрядовая сторона Ну, тоже, понимаете, нам сегодня не понять Для людей 17 века Вот такие, даже самые мелкие изменения в обрядовой стороне казались Сложными, страшными Ну, и, в общем, отрицающими истинную веру Ну, и, наконец, ну, и тут трудно возражать Была укреплена церковная дисциплина Против этого не возражали, кстати, староверы Наоборот, они считали, что, в общем-то, правильно все здесь Никон делает Ну, поэтому пункту расхождений не было Ну, в частности, из таких обрядов Никто был не против того, что отменено многогласие, да? И служба опять стала вестись от начала до конца в один голос Реформа проводилась не в один день Она продолжалась с 1653 года Несколько лет, фактически до 1658 года Когда Никон в споре с Алексеем Михайловичем Попробовал настоять на том, что в отдельных моментах Власть патриарха, церковная власть Должна быть выше царской Обратите внимание, ребята Здесь вот все очень-очень-очень надо быть аккуратным Когда мы говорим, все очень непросто Иногда пишут В общем, правильно, что Никон предлагал Поставить церковную власть выше царской Да, но не вообще выше царской То есть он не предлагал себя Или не предлагал другого какого-то патриарха В качестве руководителя всей жизни страны Нет, конечно То есть он скорее говорил о гармонии В каких-то вопросах Культура, духовная жизнь Выше должен быть патриарх В политике, в войнах Может быть в решении каких-то экономических вопросов Естественно, выше должен быть царь Гармония Но вот это превосходство патриарха Безусловно, звучало И когда в 58-м году он в очередной раз Отказывается ввести службу Уходит из Москвы Ожидая, что Алексей Михайлович позовет его назад Оказывается, что назад его не зовут В 8 лет длился судебный спор Да и не только судебный Вообще спор между царем и патриархом Никоном Никон заявлял, что он не уходил с поста патриарха Царь говорит, что ушел, так ушел, все, уходи Пока на соборе 1666-67 года Не было принято решение, что все-таки Никон не зложен Следующий патриарх уже будет В большей степени выполнять все указания Советской власти, в частности царя Все того же Алексея Михайловича Ну а Алексей Михайлович навсегда потеряет Своего особенного Особенного друга Как он когда-то называл Никона Ну и, наконец, последствия реформы Смотрите, что получается Власть все свои задачи, в общем-то, решила Унификация церковных книг Унификация обрядов, икон и так далее По всей Руси Не очень получилось унифицировать все церкви и все иконы С точки зрения художественной Это, кстати, тоже было одним из моментов реформы Никона Но к концу своего правления даже сам Никон понял Что здесь палку перегибать не надо И не обязательно на церкви должно быть только пять куполов Одной и той же формы Что тут, возможно, какое-то разнообразие И это не самое главное, наверное, да Внешняя обрядовая сторона Вообще он был умный человек, конечно И он очень многое в жизни понимал Власти своей задачей, наверное, решить удалось Власть укрепилась Авторитет церкви, безусловно, поднялся Но огромное количество русских людей Реформу не приняло Они называли себя по-разному Старовера, старообрядцы Сторонники Никона Официальная власть называла их раскольниками Вообще раскольниками они в 17 веке обзывали друг друга Старообрядцы называли Никона раскольником Никон называл старообрядцев раскольниками И вот это огромное движение, которое имело и религиозную, и социальную основу Будет занимать всю вторую половину 17 века и начала 18 Толпы Некоторые историки считают, что до трети людей не восприняли реформу Они продолжали креститься двумя перстами Вспомните знаменитую картину Бояриня Морозова Они продолжали верить по-старому Они уходили подальше от центра страны Бежали от власти В Сибирь, на Дон, на Север, куда угодно Иногда даже поднимались восстания Но знаменитое Соловецкое восстание Несколько лет царские власти не штурмовали монастырь Даже восстания были с оружием в руках Ну, насколько монахи могли с оружием в руках сопротивляться власти Ну и, наконец, всем вам, конечно, я надеюсь, известно Такой чудовищный способ протеста, как смертное самосожжение Ну, самосожжение оно не может быть другим Если угодно, они приговаривали себя к смерти То есть сжигали себя, убивали себя, дабы не подчиняться власти Дабы не впадать в ересь Вообще в церкви это было Это, кстати, тоже пришло к нам, по большому счету, с запада Что лучше сжечь тело на костре, но спасти тем самым свою бессмертную душу У нас же в России инквизиции это в таком виде, конечно, не было Сжигали редко, в редких очень случаях Было несколько случаев за всю историю Но, в общем, конечно, да Вот теперь начинается самосожжение Гарри Трагедия русской православной церкви Трагедия русского народа На следующих уроках мы поговорим о других причинах О социальных и политических Конечно, там было не только вот три или два пальца Конечно, там было не только Господь Иисус или Господь и Иисус Там что-то и более глубокое за этим стояло Там стояло недовольство всей вообще жизнью Просто в церковной сфере это было выразить легче, понятнее И когда у человека отнимают свободу Отнимают деньги через налоги Отнимают те элементы власти, которые у него были Элементы самоуправления И еще и возможность верить так, как он привык Он, конечно, начинает бороться Проще всего, конечно, там не за экономику бороться Не за лишние деньги и не за власть бунтовать против царя Проще продолжать молиться так, как ты молился раньше Выражая тем самым свой протест Самым ярким представителем старообрядцев был протопоп Аввакум Уникальная фигура, не смирившаяся, не сдавшаяся Как царь его не обхаживал Как церковь его не обхаживала Никон уже давно в ссылке Аввакум в Москве Алексей Михайлович его уговаривает Ну прими, ну прими реформу Станешь патриархом, станешь тем, тем, тем А Аввакум не сдался Он написал потрясающую книгу Автобиографию Житие протопопа Аввакума Ну и в конце концов его сожгли Сожгли за ересь Вот, но он стал символом Символом не только старообрядчества Но и, наверное, символом той самой борьбы за свободу Ну и в конце урока хотелось бы, конечно, сказать вот что Понимаете, очень часто, к сожалению, в последние годы Можно услышать, что наш народ, это народ рабов Не такой у нас народ Ни свободный, ни то, ни сё и так далее И вот эта западническая еда Всегда так было, всегда рабы Давайте сравним Вот в Европе, в той же самой Англии В 16 веке, по подсчетам историков От 6 до 7 раз, до 8 раз менялись обряды И в результате, к концу 16 века Уже англичане толком-то и не знали вообще Что делать, в какую Бога верить и так далее Там тоже было сложно Там тоже были казни, там тоже были какие-то войны Но треть народа не уходила В леса, в степи или в Сибирь Понимаете, пожалуйста, вам пример того, что русский народ Не отстаивает свою свободу Отстаивает и еще как Проблема раскола была, ну, наверное, не до конца Но все-таки решена только в 1971 году Только в 1971 году Наконец-то вот этот 300-летний конфликт Между старообрядцами и официальной церковью Был, в общем-то, прекращен Хотя и сегодня мы можем увидеть у нас и староверов, да Ну и, естественно, официальную церковь Вот таким сложным оказался 17 век В жизни русской православной церкви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!